Сотни птиц ежегодно прилетают на паромную переправу. Одесситы приезжают вслед за ними. Полюбоваться и покормить хлебом. Посмотреть на лебедей, которые не улетели на юг, одесситы приезжают с семьями. Узнав о необычном месте скопления птиц, учитель Павел Лазаревич решил разнообразить будни своих учеников. Не все же детям сидеть за партами. Иногда хочется выйти, увидеть природу, а тут такая красотища. Мы решили сделать им небольшую такую поездочку, чтобы и дети встряхнулись, но и природу увидели. Мне интересно, как они забирают друг друга хлеб, подерутся между собой. Мне нравится, когда лебеди вот так берутся, становятся и поднимают крылья. На паромной переправе птицы зимуют с октября по март. Это комфортное и безопасное место для них. Подходящая температура воды – постоянный корм. Шество над лебедями взяли сотрудники Ильичевского морского порта. Если у нас выпадает снег или лиман покрывается льдом, значит, мы, в принципе, проводим все работы, которые для этого необходимы. Разбиваем лед. Специальная техника выходит, лед разбивает. В настоящее время льда нет, вы видите, акватория полностью свободная. Мы организовали подкормку лебедей. Орнитологи рассказывают, на Ильичевской переправе зимует лебедь-шипун. Эти птицы питаются водной растительностью. Но подкармливать их хлебом не просто можно, а необходимо. Это растительный белок, углеводы. То есть, это получается, как концентрированная корма, как комбикорм. Они нормально на этом живут. В акватории постоянно плавают 50 лебедей, десятки уток и чаек. Птицам мешает разве что мусор, который оставляют после себя нерадивые одесситы. Здесь нужно поставить урны, говорят люди. Хотя дело прежде всего в умении культурно общаться с природой. Светлана Пензова, Евгения Брославец, Новая Одесса.